Казань Этот каток в парке Черное озеро открылся незадолго до Нового года. И надо сказать, что это, конечно, не единственный каток в городе, потому что примерно в это же время весь город превратился в один большой каток. Только это, можно сказать, один из немногих островков безопасности во всей Казани. Потому что здесь вы во всяком случае вооружены, ведь у вас есть то, чего вам так не хватает при выходе из дома. У вас есть коньки. Только давайте сразу определимся с терминами «гололед» и «гололедица». То, что мы называем «гололедом», на самом деле находится не внизу, а наверху. Гололед – это тоналец, который образуется, например, на проводах, на деревьях. А вот «гололедица» – это как раз то, почему мы ходим, то, что внизу. И думается, что это слово подходит куда лучше, потому что само слово «гололедица» звучит как название какого-то страшного, инфекционного, заразного заболевания. И вот этим заболеванием город Казань болеет из года в год. И, кажется, совсем не лечится. И переносит его, ну, в буквальном смысле слова, на ногах. Удобно по улицам ходить в этом году? Нет. Нет, очень неудобно. Особенно пожилым людям. Везде тропинки, снег кругом, голый лед. Убирает совсем мало. Что говорить скользко, не только скользко, безобразно, нигде не чищено, нигде не ходишь, как пингвин двигаешься. Это у нас такая традиция. Каждую зиму под Новый год мы дружно идем в баню. То есть нас как бы приглашают туда те, кто, в общем, призван растопить этот лед в отношениях граждан и коммунальных служб. Зима и гололедица – это не причина и следствие. Это символ прохладного отношения к нам, муниципальных властей и управляющих компаний. Улица была покрыта снегом, потому что весь день до вечера шел снег. И леда, конечно, не было видно. Еще там уже было темно, потому что я упала после рабочего дня. Да, я теперь хожу пешком, к сожалению, и вижу, что тротуары не чистятся совсем. То есть если дороги посыпаются реагентом и так далее, то тротуары оставляют желать лучшего. Очереди в травмпунктах. Очереди. В одном только этом по 100-110 человек каждый день. Абсолютное большинство – это как раз те, кто поскользнулся, упал и очнулся здесь. Специалисты называют такое количество пострадавших стабильно высоким. Выходишь, и дворники работают, и, в общем-то, и посыпают песком, этими всеми делами. Но, к сожалению, в основном это все делается на крупных улицах, а вот во дворах это убирается гораздо хуже. И во дворах-то, в общем-то, все и происходит. Да, в основном во дворах это идет не на крупных перекрестках. Это именно вот... Там, где люди не ожидают, в общем-то. Абсолютно верно, да. То есть это выходит из подъезда, проходит буквально 2-3 метра, и, пожалуйста, падает и получает травму. И я должна вынуждена, вот сейчас уже месяц сижу, еще сколько, сказали, может быть, полтора. То есть и тут народу полно, которые из-за этого гололед. Поэтому просьба, конечно, к городу, чтобы они как-то боролись с этим льдом. И если уж у нас такие случаются вещи, когда зима, да, то надо к этому быть готовыми, я так считаю. Да, тоже гололед вышла на работу и поскользнулась на улице. Там, где не ожидали, наверное, около дома, конечно же, да? Декабристов 83. Сейчас, конечно, там посыпали, не знаю, какой смесью, там, солью или чем, но идешь, еще хуже каша и скользко. Ну, как вы вообще оцениваете работу коммунальную, города? Очень плохо, потому что чистят только проезжую часть, а тротуары, дорожки вообще не чистят. То есть выходишь из квартиры и тут же попадаешь в зону турбулентности, да? Да, это так. Месяц или полтора нетрудоспособности, вот вам и диагноз. Нога и рука заживут, а осадок в душе, и осадки на наших улицах и во дворах останутся. Что совершенно недопустимо, кстати, с точки зрения закона. Заглянем в госстандарт. Автомобильные дороги и улицы требования к эксплуатации. Дороги. Тут три категории. Условно, магистрали, дороги, проезды. Разная интенсивность движения, разное время для снегоочистки. Но, не шибко, разное. От четырех до шести часов только лишь. Мы улыбаемся, конечно, где ж это мы такое видели. А вот тротуары. Тротуары должны быть очищены после снегопада не позднее, чем через три часа после него. Таков стандарт. То есть, весь этот лед на пешеходных дорожках – это следствие нашего нестандартного мышления. Вот, пожалуйста, хрестоматийный пример. Это улица Искры. Таких очень в Казани много. Как видите, снегоуборочной технике здесь, ну, явно скучно. Снег лежит по обе стороны от этого тротуара. Ну, как тротуара? Просто некой вот пешеходной тропы, которая, очевидно, протоптана пешеходами. Вроде бы все хорошо. Я стою и вроде бы как не падаю. Но, как говорится, зима близко. И улица Искры постепенно превращается в улицу фигуристов. Как и все остальные улицы. Проследить за работой управляющих компаний во дворах, то есть ходить по дворам с линейкой и изумляться, почему это снежный покров превышает допустимые два сантиметра, просто некому, конечно. Неуправляемые компании, при желании, можно было бы просто разорить в одночасье парой-тройкой исков. Просто граждане у нас сердобольные. Да к тому же деньги в конечном счете известно чьи. Другое дело, что, оказывается, и дворник у нас вполне себе самостоятельная творческая единица. Мы с жильцами делали хрометраж рабочего времени, считали, сколько фактически отрабатывают те же самые дворники, те же самые слесари. Получается гораздо меньше, чем они должны работать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отсутствие контроля со стороны руководства управляющих компаний приводит вот к таким последствиям. Но контролировать все же стоит. И если вы видите примеры вот такого нестандартного мышления, тем более, если вы от него еще и пострадали, стоит хотя бы попытаться наказать виновных. На тротуарах и во дворах снегу не место. Если этого нет, и произошли какие-то неблагоприятные последствия, потерпевший имеет право потребовать возмещения. Единственное, необходимо, естественно, зафиксировать, почему это повреждение или вред произошло. Свидетельские показания, фотографии, если возможно, зафиксировать на видео. Все мы нынче в танцах, господа. И большинству, конечно, все равно. Но молодежь выбирает другие дороги и на скользкую тропинку вступать не желает. Молодые активисты Общероссийского народного фронта с начала зимы постоянно инспектируют улицы. Доберите любую. Неубранный снег, сосульки, каток. Но мы проходим мимо, а они фиксируют. И информацию эту доводят до муниципальных властей. 2018 год объявлен годом добровольцы и волонтера. Поэтому в этом году мы надеемся, и мы сами все делаем для того, чтобы молодежь нашего города обращала на это внимание. И хотя бы молодежи было не все равно. Ведь именно молодежь может решить эту проблему. Проблема не только в голове, детстве, но и в отношении власти к городу, к населению и отношении населения к окружающей обстановке. И мы, как активисты молодежки ОНФ, неравнодушны к этому вопросу и сделаем все, что в наших силах. Ведь наш девиз – не жди перемен помощи со стороны, твори добро. Казалось бы, вот оно – добро. Но улица Баумана едва ли не единственная в городе, где тротуарная плитка все еще проплешинами кое-где виднеется. Однако и на наших главных туристических маршрутах, как выяснилось, почти сразу после Нового года поломали себе ноги и весь свой отдых многочисленные туристы. Ибо если ноги разъезжаются в разные стороны, смотреть по сторонам не приходится. Падений было очень много. Самое ужасное – то, что картина была одинаково неприглядна, как в Свияжске, где был сплошной лед. В Раифе был сплошной лед. Идти было невозможно. Песка посыпано не было ни в городе, ни в местах скопления туристов. И это, естественно, вызвало много отрицательного отклика со стороны наших гостей. Мы пытались объяснить, что праздники, неожиданное подморожение. Ну, все это понятно. Однако, знаете, как говорят, есть такая поговорка – ложки нашлись, а осадок остался. Вот приблизительно так и произошло. То есть мы оказались не совсем готовыми. Итак, осадки остались до весны. Сезонное заболевание гололедица, стало быть, не лечится. То ли еще будет зима близко. Профессиональные журналистские правила не рекомендуют вашему покорному слуге представить перед зрителями вот в таком вот виде. Во-первых, к головному борю, во-вторых, еще в капюшоне при даче. Но я надеюсь, меня простят и зрители, и коллеги, потому что просто хотелось показать, как должен выглядеть сегодня житель Казани. Я почти ничего не вижу ни справа, ни слева, ни сверху. Я могу видеть только то, что происходит непосредственно у меня под ногами. И вот это правильно. Именно так и нужно сегодня, чтобы остаться в живых. В этом году, как и всегда, все похоже в наших ногах, а не в наших руках. Кстати, руки тоже лучше вынуть из карманов. Они пригодятся для безопасности. И ногти на руках, или я бы даже сказал, ногти на ногах, лучше не стричь до весны. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова